Доброго времени суток, дорогие мои рукодельницы! Это общее видео по процессу вязания женского свитера с шикарными оранами от Бернат. Схема и описание от источника в открытом доступе, но на английском языке. Перевод процесса вязания в русскоязычном интернете появился от Наташи Шаршек. Схему и перевод я брала за основу и несколько изменяла. Например, в оригинале на рукавах идут сразу два узора. Первый и второй. Я брала только один. Затем рукава я делала подлиннее и сделала такое отверстие для пальца. Мне очень нравятся на свитерах такие отверстия. Затем низ изделия. У меня здесь резинка полностью 2х2. И спинка, и перед. Далее воротник. Воротник можно делать такой стойкой. Можно косу эту продолжать, можно не продолжать. Можно воротничок сам делать короче. В общем, вы тоже берите за основу и изменяйте на свое усмотрение какие-то моменты. Мой свитер, хотя этот свитер уже не мой, я вязала по самым маленьким размерам. Вот они, X, S, S. И здесь на выкройке указаны размеры в дюймах. Я находила в сантиметрах, но там обнаружила ошибку. Поэтому берите оригинал и переводите на свой размер. Вот они размеры расписаны. И дюймы. Переводите в сантиметры. На большие размеры, с двух сторон, здесь вот перед и спинка, можно увеличивать лицевую гладь. Вот она, лицевая гладь идет. И у меня здесь остается по одной петли с двух сторон. Это перед и также на спинке. Вот она идет, лицевая гладь. И по одной петли я оставляю соединение рукава и детали. Для вязания этого свитера я использовала пряжу Alize Lana Gold. Это полушерсть 100 грамм на 240 метров. Для вязания данного свитера я использовала, вот на сам свитер у меня ушло 5 мотков и плюс 1 моток для вязания образцов. Поэтому у меня изначально было 6 мотков. Какие спицы я использовала? Спицы номер 4 для вязания основной части, перед, спинка, рукава. Затем спицы номер 2,75 для вязания резинки. Здесь. Затем спицы номер 2,5 для вязания воротника. И дополнительная спица для перемещения коз. Перемещение этих петель. И, конечно, в процессе вязания вам пригодятся маркеры для обозначения рядов и, в принципе, для удобства вязания. Процесс вязания и создания данного свитера я разбила на следующие шаги. Первое это вязание образцов, первый, второй, третий, центральный. Затем расчеты петель. Далее вязание рукавов. Вязание спинки. Спинки свитера. Вязание переда свитера. И сборка. Сборка всего изделия. И каждый шаг это отдельное видео. При этом под каждым видео процесса вязания в описании к видео вы найдете, допустим, ряд и цифры. Цифры это время. И при нажатии на эти цифры откроется именно вязание такого-то ряда. В общем, это я сделала для вашего удобства. Используйте. На что хочется обратить ваше внимание перед процессом вязания свитера, а точнее перед выбором самой пряжи. Я вяжу этой пряжей. И смотрите цвет и партия. Обратите внимание, чтобы партия была одна, если вы пряжу берете в разных местах. Вот эти цифры. И второй момент. Если вы пряжу будете использовать впервые, вначале почитайте отзывы о этой пряже, как пряжа ведет себя после стирки. Так, например, я вязала этой пряжей полушерсть спицы номер 4. Я вязала образцы. И образцы у меня после стирки увеличились и в длине, и в ширине. А только после этого я приступаю к расчету петель. И, конечно, все мои расчеты шпаргалки вы найдете на моем сайте hobby-ругаделия.ру. Прямая ссылка на эту страницу в описании под этим видео. Да, процесс вязания этого свитера сложный, но возможный. И если вы желаете обладать таким шикарным свитером, у вас все получится. Поэтому подбирайте пряжу любимого цвета и приступайте. Конечно, каждому видео процесса вязания ставьте класс и пишите комментарии, как у вас происходит, что добавили, что изменили. А если хотите быть в курсе всех моих новых видео, подписывайтесь на мой канал, вступайте в наши группы в социальных сетях. Вяжите с удовольствием и, конечно же, до новых встреч!